Почему наследник британского престола всегда должен называться принц Уэльский? Ну или принц Валлийский. Всё просто. Давным-давно, в XIII-XIV веке, ещё не было Соединённого Королевства. А были, например, Англия отдельно, Шотландия Уэльса отдельно, и король Англии Эдуард I Длинноногий, этот который ещё замучил Мэл Гибсона, в общем пытался себе всех остальных подчинить. В какой-то момент князья Уэльсе устали от войны с Англией и решили добровольно-принудительно перейти под власть английской короны. И тут они сказали Окей, мы согласны, но с одним условием. Нами должен править человек, который родился в Уэльсе и который не знает ни слова на английском. И на французском на всякий случай тоже. Король Эдуард от подобной наглости просто, ах, изумился, но совладал с собой и взял небольшой тайм-аут в переговорах. Через пару дней король снова приехал к этим самым князьям. И при этом он очень гнусно ухмылялся. А в руках у него был какой-то кулек. И вот что сказал король. Джентльмены, я нашел такого человека, о котором мы просили. Извините, но это мой сын. Он буквально вчера родился вон в том замке. Тут король показал на соседнюю гору. И, сами понимаете, ни про английский, ни про французский язык он пока что даже не в курсе. Короче, теперь вами будет править он. Князьям ничего не оставалось делать, кроме как подписать заботливо подготовленные бумаги. По этим бумагам они навечно отдавали себя банальное рабство. И вот так Валийские королевства окончательно перешли под власть английской короны. А титул старшего наследника в Великобритании с тех пор принц Уэльский. Следует отметить важный момент, который состоит в том, что, скорее всего, это все пиздежи, а еще точнее легенда. На самом деле история титула заключается в династическо-дипломатических нюансах. Проще говоря, король Эдуард взял и сказал Блять, вот мой наследник будет принц Уэльский. Вот так это я решил нахуй.